Здравствуйте, уважаемые любители знатоки шахмат! Гроссмейстер Сергей Шипов представляет вашему вниманию вторую партию товарищеского матча Крамник-Кранян, который сейчас происходит в Цюрихе. Ну, после поражения, ясно, что Крамнику надо было удержаться, ясно, что черным цветом ему первичная была задача не продолжить эту череду, и он с этой задачей справился. А пока я показываю вам своих коллег, я не люблю это слово «коллеги», потому что все люди очень разные, и когда начинают одного человека с другим сравнивать, то всегда возникают всякие неприятные моменты. Все помнят эту историю про Дамляновича и Корчнова, Дамяновича. Вот, и, ну вот, Яник Пелетье, в принципе, мы с ним достаточно, достаточно похожи. Он хороший игросмейстер, сейчас, кстати, почти прекратил играть. Ну, вот, как я вижу, он тоже идет по моему пути, сейчас тоже начал комментировать. Вот справа он сейчас, там, где моя мышка есть. Вот, ну а слева местный международный мастер. И вот эта парочка уверенно комментирует партии на официальном сайте, там есть где видеотрансляция. Не знаю, правда, вот лично у меня эта видеотрансляция постоянно барахлит, поэтому я с трудом могу только иногда слышать, что же они говорят. Вот, работает очень сложная. У них особенная сложность, потому что их еще и показывают. Вот, когда еще камера на тебя направлена, тут, конечно, совсем трудно работать. В общем, они молодцы. Вот, как молодец и Крамник, который сегодня, очень уверенно черными, решил локальную задачу. То есть, у него еще впереди пару белых партий будет, он еще успеет отыграться. А пока, значит, была разыграна испанская партия, берлинский вариант. Ну, ход Е4, конечно, достаточно удивительный. Я все-таки ожидал от Крамника, то есть, не от Крамника, а от Роняна закрытых дебютов. Но, видимо, он пока не готов демонстрировать какие-то анализы в Ферзевом Гамбите, вот поэтому пошел сюда. Ну, здесь тоже есть свои стены, и не только берлинская, но и русская. Но на этот раз она была берлинской. Итак, был разыгран основной вариант, безо всяких особых хитростей. И получился знаменитый эншпиль имени Каспарова и Крамника. Вот. Ну, вы знаете, годы идут, а этот эншпиль становится все надежнее и надежнее для черных. Даже те позиции, которые раньше считались сомнительными для них, сейчас, ну, с помощью глубоких анализов, конечно же, сейчас они просто держатся. И вот я сейчас один из этих примеров приведу. Итак, был разыгран следующий вариант. Конь ЦТ, и здесь черные сделали пятый по популярности ход слон Е6. Ну, это достаточно практично, потому что соперники, как правило, готовятся к самым, к наиболее популярным ходам. Ну, поэтому после слона Е6, наверное, Крамник планировал увидеть крепко задумавшегося Ароняна, но тот сыграл достаточно быстро. Шах и конь Ж5. То есть, слон подставился под удар, но ничего страшного в этом нет. Черный холодно отходит назад. И выясняется, что вот эта потеря времени, как будто потеря времени, она ничего особенного белым не дает. Вот. Во всяком случае, конь на Ж5 не вечен, а этот слон еще успеет выйти назад на Е6 или на Ф5. Вот. Вот. Один из примеров, казалось бы, плохих позиций для черных состоялся в партии Топалов-Иванчук. Именно в этом году в Вейконзе был сыгран ход конь Е2. Давайте я ходы отмотаю быстро. Мне важно просто показать возникающую структуру. Ну, вот. В прошлом тысячелетии считалось, что такие окончания, ну, совсем тяжелые, потому что у белых вроде бы абсолютно бесплатный перевес. 4 против 3. Пешки должны пойти вперед. Ну, они действительно пошли вперед. Ну, вот. Как выяснилось, я эту партию анализировал достаточно подробно. Черные здесь ничем особенным не занимаются. Они просто стоят. Так вот, выясняется, что пробить пункт Ф5, они в итоге белые не в состоянии. Выигрыша здесь я не нашел тогда. Но, с другой стороны, я не исключаю, что, скажем, на конь Е2, вот этот ход Топалова, Крамник, наверное, не пошел бы на это окончание. Сыграл бы не А5, а слон Е7. Это, кстати, ход основной, который еще в давние времена, почти античный, еще тоже применяли. Итак, а последовал не конь Е2, а А3. Ну, ход достаточно логичный. Профилактика. Плюс пешки катятся вперед. Вот слон Е7, и вот здесь последовала новинка. Встречалась здесь Б3, конь Ф3. Вот. Причем, я так полагаю, что вот те партии, которые были сыграны, они, мягко говоря, не безошибочные. И наверняка Араньян и Крамник, как более сильные шахматисты, с более фундаментальной подготовкой, смогли бы продемонстрировать какие-то тонкости. Но последовал ход слон Ф4. Ход достаточно откровенный. Белые очень явно обозначают свое намерение вскрыть центр, пробраться к пешке С7. Вот. Я так полагаю, что ход А6 тоже ничем не хуже. А6, чтобы ликвидировать, во всяком случае, прорыв Е6 немедленный. Но и конь А6, так Крамник, кстати, сыграл очень быстро, что говорит о том, что он все-таки смотрел ход слона Ф4. Вот. Не знаю, здесь Ливон достаточно долго думал и все-таки решился пойти на наиболее принципиальное, как ему казалось, продолжение. Но в итоге оно, к сожалению, для зрителя, для комментаторов, с точки зрения получения зрелища и крови, к сожалению, этот ход привел к очень быстрой разгрузке. И не получилось действительно полномасштабной партии. Мне кажется, что здесь белым стоило еще немножко похитрить, поманеврировать. Например, можно было сыграть конь Е2. То есть конь идет вперед и, например, он может огорчить слона, который рвется на Ф5. Ну, вот в такой ситуации белые ставят коня на Ж3, затем играют Ф3, пододвигают короля в центр. В общем, у них здесь все довольно прочно. И потом, я думаю, что подготавливают пешечное наступление. Но, разумеется, это необязательный вариант. Вот, были и другие возможности. Например, можно было сыграть ладья Д2, игнорируя угрозы черных. А угроза черных такова, что после конь Ж6 белый слон разрывается между двумя обязанностями. Защищать коня и пешку. Тут, я думаю, что эту пешку можно было бы пожертвовать. И здесь у белых, если честно, достаточно серьезная инициатива. Мне кажется, что без подготовки к Рамнику здесь было бы тяжело играть. Ну, я просто не знаю, смотрел ли он конкретно этот вариант. А я его посмотрел немножечко. И здесь белые все-таки пробиваются. Вот, в случае взятия на Ж5 белый бьют, вы не поверите, на Е5 ладьей. И вот тогда получаются у них некоторые инициативы. Но намного сильнее, видимо, конь Ж6. Вот такое жадное продолжение, когда черные, в общем-то, ничего не отдают. Вот, слон Д8, пешки защищены. Король идет на Е7, шаг на Е8 не страшен. Вот за доской издалека непросто это усмотреть. Потому что ладья защищена. И теперь король идет на Е7, но все-таки пешка лишний у черных. Может быть, Б6, сейчас С5, слон белопольный выйдет вперед. Вот, так что, наверное, вариант этот тоже не доставляет черным проблем. Ну, а последовал Е6. Здесь я в онлайне приводил этот вариант после ФЕ, конь Е4. Вот здесь Е5, очень важная тонкость. И на слон Е5 слон H3. То есть черный успевает раскрутиться. И, видимо, действительно, этот вариант ведет к равенству. Я не нашел никаких отклонений. Но Е6 ход оказался тоже достаточно солидным. Как видите, у черных есть немалый запас прочности. Это говорит о том, что идея Роняна в дебюте вовсе не так опасна. Итак, ладья Ж8 правильно, чтобы ладья не попадала под удар. И вот произошли фактически вынужденные размены. И получилось вот такое окончание. В котором, ну, если говорить откровенно, особенно интересных моментов не было. Я, конечно, должен, как комментатор, сейчас изобразить что-то великое. Здесь найти потрясающие по своей глубине и красоте варианты. Но я не буду этого делать. Не буду скрывать от вас горькую правду. Она заключается в том, что Эншпиль практически равный. Ну, и только видимость каких-то проблем у черных была в партии. Вот Ронян, в принципе, на самом деле все правильно сделал. Кстати, я выяснил, что даже появление белого коня на Д6 абсолютно не опасно. Например, черные могут демонстративно здесь делать ход Б6. Шах, король ушел. И что, спрашивается? То есть черный конь возвращается на Ф5. Конь на Д6 выглядит, конечно, красиво. Но и только. Итак, ход Ф3, в принципе, грамотный. Вот. Потому что слон идет на поле Ф2. И теперь у белых одна единственная осталась идея давить на ферзовый фланг. Вот. Видимо, Крамник опять-таки сыграл правильно. Ладья Д8. Я просто уже после партии немножко поизучал вот эту вот азартную идею, озвученную мной, когда черные имитируют активность на крылеском фланге. Но на самом деле оказалось, что активность белых все-таки более существенная. Во-первых, они сразу атакуют пункт Б6. А в случае Б5, ну, на самом деле здесь уже другого нет, успешно блокируют активность черных на королевском фланге и начинают уже окучивать слабости черных. Поэтому, в общем, никаких претензий к игре Владимира здесь предъявить нельзя. А4 и конь Е7 тоже правильно. Коню на самом деле нечего здесь красоваться на Ф5. Он ровным счетом ничего не делает. А вот на ферзовом фланге действительно здесь нашлась очень хорошая перестройка. Пешка идет на Ц5, дополнительно ограничивая слона и конь идет на Ц6. В общем, полный порядок. Ну, я вынужден снова с искренним восхищением отозваться о рекомендации компьютера. Ход Ж4 действительно очень важный. И то, что белый потихонечку усиливается на королевском фланге, на самом деле просто вот в дальнейшей борьбе, вот уже ход Конь Ц6, да, казалось бы, что может быть естественней. Но посмотрите, что происходит. Взяли-взяли. Размен-размен. Ладья влезает на Д6. Ладья Ц8 вроде бы ничего страшного, но вот есть еще и ход Конь А4. Ну, вот здесь я так подозреваю, что черные должны каким-то образом жертвовать пешку за инициативу. Ну, например, вот так. Конь Д4. Взяли Ладья Ц7 под боем две пешки, поэтому вроде бы надо меняться. Ну, и вот получается такое окончание, которое, на мой взгляд, значительно ближе к ничьей, чем к победе белых. Но согласитесь, что играть такой черными все-таки было бы неприятно. Вот. Так что Ж4 было сильнее. Вот. Место хода Конь Б5, как сыграл Ливон. Ну, вот Конь Ц6, это уже нормальное, здравое продолжение. Теперь размены мы, собственно, сейчас и посмотрим. Но здесь был еще интересный момент, который я упустил в онлайне, потому что эту серию ходов соперники сделали, ну, очень быстро. Ну, здесь была заманчивая жертва Коня за три пешки. В принципе, в окончании, давайте все-таки я покажу этот вариант, в окончании жертвы фигуры за три пешки, как правило, очень хороший инструмент. Но в данной ситуации есть некоторые конкретные обстоятельства, которые в пользу черных. А именно. Итак, во-первых, одна из пешек белых сильно оторвалась от коллектива, что всегда плохо. При любом общественном строе на дворе. Вот. А во-вторых, черным здесь, на мой взгляд, удается грамотно распределить функции фигур. Как известно из теории, проходные пешки соперника лучше всего держать королем. А вот остальные фигуры должны изображать активность, нападать, есть, бить, душить и вообще делать прочие злодейства. Так вот, поэтому здесь самое правильное продолжение Король Е8. Король просто должен идти вперед. Например, ну, здесь если сразу сыграть Б4, тогда слон С4 возникнет неприятная блокада. Например, Б3, Король Д7. Ну, не знаю, мне кажется, что если сейчас черный еще пододвинут короля на Б7, ладья пойдет вперед, что белые будут уже мечтать о ничьей. Ну, например, вот размен ладей я посмотрел. И вот возникла примерно такая позиция. Насколько я понимаю, белый король никуда не прорывается. Хода С4 нет из-за Коня А5. И, в общем, по большому счету, я не вижу, как белыми здесь играть на победу. Более того, я подозреваю, что одно неосторожное движение может привести к проблемам. Итак, ничего страшного в жертве Коня на А7 не было. Последовал размен на Б6. И, в общем-то, соперники пошли уже по узенькой колее, в которой было абсолютно ясно, как играть. Вот. И только было несколько моментов, в которых черные могли ошибиться. Итак, шаг на Д1 и король Х2. И черные ладья начинают работать по обжорному ряду. Вот. Я смотрел здесь ход слон бьет С5 и изобретал какие-то сложности. Но потом нашелся очень сильный ход слон Д5 сразу, без ладья С2. Дело в том, что, конечно же, отдавать пешку на Ф3 опасно. Поэтому, видимо, белые должны играть вот так. Король Ж1. И происходит тотальный размен всего ферзевого фланга. Ничего страшного нет. Ладья Б6. Вот здесь очень важно было выбрать правильную жертву. В случае взятия слона, тропливого, тогда белые получали большой перевес таким образом. Здесь напрашивается взятие ладья БЦ2. Ну, если не брать, то просто без пешки. Вот. А в случае взятия неожиданно выясняется, что белые наносят решающую вилку, потому что пешка С5 связана. Вот. Но, конечно, это достаточно детская ловушка для гроссмейстеров такого уровня. Кстати, я замечу, что сегодня никаких абсолютно сытнотов не было. Соперники играли очень размененно. И, больше того, они даже немножечко тянули время, чтобы уложиться в три часа, чтобы не загреметь случайно на быструю партию, которая, по правилам, им угрожала. Поэтому здесь они играли нарочито медленно, вот, чтобы не попасть под это правило. Ну, вот здесь есть несколько разных вариантов, но, пожалуй, мне уже не стоит злоупотреблять вашим вниманием. Здесь позиция суха, как столетний пень, в которой уже никакие соки не бродят. Ну, здесь последний момент, что Б4 был ход, вроде бы подрезающий опору под коня Д4, но выяснялось, что у белых тоже есть свой конь, и его опора ненадежна. И вот происходил переход в разноцветные слоны, которые тоже, опять-таки, вели к ничье. Последовал шаг, и белые зашли за последней пешкой черных на ферзовом фланге. Черные не применули съесть пешку белых. Ну, в этой ситуации, конечно, мне кажется, игра дальнейшая вообще не имеет смысла, но соперники достаточно быстро исполнили вот эти ходы, не выйдя за рамки приличий. Что ж, Крамник молодец, он достаточно уверенно отстоял ничью в этой партии. И теперь мы ждем после выходного дня, что в третьей партии белым цветом он создаст сопернику проблему. Итак, у нас в матче счет полтора на пол очка в пользу Ливона Ароняна. Для вас работал гроссмейстер Сергей Шипов. Всего вам доброго.